В саду эколого-биологического центра высажено за эти 6 лет 19 деревьев. Вот разросся гранат, который посажен Карих Василием Алексеевичем в 2012 году. А сегодня в гостях у ребят новые герои с богатым боевым прошлым. Участвовал в обороне Туапсе, в обороне Кавказа, освобождении Новороссийска, Тамани, высадки десанта в Крым, так называемый десант в Керчь в 43-м году, в Эльтиген. Затем участие в охране участников конференции стран антигитлеровской коалиции в Ялте пришлось нести дозор, доверили. И в свои 92 Семену Израильевичу есть что вспомнить. Старше этих ребят в годы войны он был всего-то на 5-6 лет. А сегодня вместе с ребятами ветеран оставил на земле зеленый автограф. Посадил новое хвойное дерево – можжевельник. Подняй, поднимай растение. Ты засыпай. Вы поняли, о чем я говорю, что вы должны увидеть? Будет расти здесь и можжевельник, посаженный Киром Ивановичем Каткиным, ветераном Великой Отечественной войны, который до сих пор преподает в школе. И сегодня вновь к проекту «Дерево память» присоединились ветераны-афганцы. Первый раз пригласили из Союза ветеранов Афганистана в прошлом году. И вот видите, как совпало, что вот такие трагические события в этом году происходят с украинским народом. Вот как будто все равно вот эти конфликты нет-нет, и мы их все время переживаем. Мы уже даже, может, и не замечаем их. Мы уже забыли, что 20 лет назад была Абхазия, тоже очень страшная война. Ну и как-то вот хочется иногда с детьми об этом, наверное, говорить. За одним столом ветераны Великой Отечественной войны и участники современных военных конфликтов. Поспитанникам центра интересно все. Вопросов, как всегда, много, а основная цель ветеранов неизменно – объяснить детям, что самое главное – это мир. Елена Взец, на Борис Осин, телекомпания «ФКТ».